Ребята, привет! Мусоросжигательный завод в Риге. Да-да, в Риге, я его так буду правильно называть. Это проблема не дрейлини, а это проблема прявников, кингаракса, пурчика, дрейлини, улбрыки, стопени в целом, саласпилс. Это наша общая проблема. И завтра в последний раз будут заседать депутаты. Поэтому приглашаю завтра всех на митинг, но надо понимать, очень хитрый митинг. А местная дума, та дума, которая за народ, та, которая обещала, что проголосует против мусоросжигательного завода, по странному стечению обстоятельств разрешила митинг, внимание, без речей, без громкоговорителей, на 20 человек. Митинг, блядь, на 20 человек. И вот эта штука очень подозрительная. С чего бы депутатам, которые за народ, не разрешить большой полноценный митинг? Насколько я понимаю, завтра все депутаты дружно проголосуют против мусоросжигательного завода, выйдут к народу и соберется огромная толпа, которая их просто расцелует. Не так ли? Вот для меня это очень подозрительно, почему митинг разрешен на 20 человек. Поэтому разрешенный митинг на 20 человек, они будут стоять у входа. Это института 1, Улбрака. Завтра с 3 до 6. Все остальные, согласно закону, нам никто не запрещает гулять, просто гулять. Единственное, нельзя использовать громкоговорители, и плакаты могут использовать только эти 20 человек. Вот будем надеяться, что наши депутаты все-таки имеют совесть, честь и выполнят то, что обещали народу. Депутаты проголосуют против мусоросжигательного завода. И мы будем опять все жить долго и счастливо на местном уровне. Потому что, судя по всему, если депутаты проголосуют по-другому, то он будет начинаться большое противостояние. То есть граждане пойдут таки в атаку всеми известными способами, которые можно применять законным способом. Против протеста и против существующей местной власти. И вот этого очень бы не хотелось. Впереди лето, хорошее настроение. Для чего нам война? Для чего нам наших депутатов, к которым мы так уже привыкли, могли бы работать и работать себе, и жить счастливо, не так ли? Другими словами, эмоции в сторону. Завтра с трех до шести встречаемся на Института-1. И завтра мы решим. Мы просто открываем бутылку шампанского и празднуем победу. И не будет никакого мусоросжигательного завода на территории Рижского района. Либо берем ящик с помидорами и идем поздравлять наших депутатов. До завтра. Субтитры создавал DimaTorzok